Ежегодно тысячи человек выходят на акции по уборке прибрежных зон и водоемов. Люди готовы тратить свое время и силы ради того, чтобы наши реки были чистыми и здоровыми. Не отстает и государство. В рамках национального проекта «Экология» по всей стране идут мероприятия по экологической реабилитации водных объектов. Федеральный центр вместе с регионами бьется за то, чтобы водные артерии страны были чистыми и здоровыми. Водные ресурсы, конечно, это одно из основных богатств нашей страны. Предполагается, что в ближайшем, прямо в ближайшем будущем наличие водных ресурсов будет одним из главных богатств стран, которые ими располагают. Вода – это наше все. Без нее жизнь человека была бы просто невозможна. Правда, есть те, кто этого не понимает. Либо старательно делает вид, что никаких проблем и нарушений не существует. Эти люди и предприятия надеются, что природа все стерпит, приняв на себя удар от результатов их деятельности. И речь идет в первую очередь об очистных сооружениях, призванных нейтрализовать последствия человеческой жизнедеятельности. Но как обстоят дела на самом деле? Справляются ли они со своей работой и что происходит с природой, когда преступная халатность убивает все живое, в том числе и наше с вами здоровье? Смотрите в новом расследовании. Вот эта вот черная земля и мертвые деревья, которые находятся за моей спиной, как ничто лучше подходит для съемок какого-то фильма ужасов. Но это не декорации. Это настоящая природа в Ленинском городском округе. Вот что происходит, когда очистные сооружения не справляются со своей работой. Вот эта вот мертвая ядовитая река, она течет на протяжении нескольких километров, отравляя все на своем пути. Здесь вот протекает канализация, я так понимаю, это канализация застройки жилого квартала. И стекает все это в прямую в Москву реку. Я вот иногда хожу туда, вот проходишь мимо нее, никаких ни очисток, ни сборки нет. Прям чисто в реку все идет. Пройти вечером поздно или рано утром невозможно. Стоит такой канализационный запах. Сложно себе представить, что такое возможно в 21 веке. Вы только подумайте, здесь вот превышение аммонийного азота более чем в 100 раз. Превышение ПДК. Это просто яд, который убивает все на своем пути. А здесь вокруг живут люди, дышат этим воздухом, а кто-то может быть и пьет эту воду. Здесь идет воздействие на нервную систему, убивает пищеварительную систему и рано или поздно в конечном итоге вызывает рак. По заявлению владельцев данных очистных сооружений, на данный момент готовится у них проект экологический по биологической очистке русла ручья и частично пойму Москва-реки, на который попал этот зараженный ил. И, соответственно, они утверждают, что реконструкция приведет к улучшению качества сбросов. Ну и, соответственно, мы такую проблему, как запах, как заражение почв, собственно говоря, решим. Но на самом деле все это покажет время, на данный момент пока действий никаких не предпринято, то есть все в планах, в процессах. Вот, ожидаем. Почти синхронно в адрес нашего проекта поступили жалобы из двух подмосковных округов, жители которых бьют тревогу. Ядовитые стоки и ужасный запах убивают природу и отравляют жизнь людей. Этот запах, на самом деле, не только в окрестностях Ракитни, этот запах, вот я живу в центре Звенигорода, открывая окно вечером, да, или, то есть такое начинается. Ребенок говорит, что, говорит, там делает частный сектор. Я говорю, я ребенку объясняю, это не частный сектор, это частные сооружения у нас так работают. И на самом деле, да, начались проблемы со здоровьем, начались проблемы и с пищеварительным трактом, и у детей, и у взрослых. Астматики вообще вызывают скорую, потому что дышать невозможно. Ракитни вообще задыхается. В центре тоже невозможно. Некоторые называют Звенигород подмосковной Швейцарии. Вот только жители этой самой Швейцарии каждый вечер буквально задыхаются от очистных сооружений, которые не модернизировались с момента их основания. А были они построены в 88-м году. И за все это время никакие новые технологии здесь не внедрялись. Все, что сегодня происходит, это просто тихий ужас. Вся округа на протяжении нескольких километров буквально окутана ужасным запахом вони, фекалий, стоков, грязи, который проникает буквально везде в дома местных жителей в дачном секторе и даже доходит до центра города Звенигорода. Да, мне не пахнет, я этого не скрываю. Вы, наверное, принюхали. Все возможно. Возвращаясь к вопросу. Сейчас, подождите по очереди, давайте. Скажите, вы можете дать какой-то прогноз, когда проблема с запахом будет решена? В результате экстренных мер и в результате планомерных мер. То есть какой срок вы можете обозначить по устранению данного запаха? Сейчас нас лишили чистого воздуха, нас лишили чистой воды, потому что та вода, которую мы получаем из-под крана, она не может считаться питьевой. И, возможно, она даже технической не может считаться, потому что техника бытовая выходит из строя. Стиральные машины, бойлеры, посудомоечные машины. Люди плачут. Мы уже закупили биопрепараты. Я вам скажу, я немножко отвлекусь. До этого мы тоже пробовали, мы закупали биопрепараты, которые добавляли вот в эти источники запах, который больше всего вас беспокоит, как я уже поняла по разговору. Но, к сожалению, то, что там рекламировалось, то, что там рассказывалось, особого результата нам не дало. Теперь мы закупили другие препараты. Мы консультируемся с водоканалом, с другими организациями. И по рекомендациям мы закупили другие препараты. Они типа сейчас пробуют, попробуют одни, пройдет какое-то время, должны, сработают, не сработают, попробуют другие. То есть люди вроде компетентные должны быть, а почему-то не знают. Они пробуют, давайте попробуем. Ну, давайте попробуем. А давайте это. Ну, давайте они как эксперимент ставят. Причем... На людях. Конечно, а причем, наверное, обстоятельно, что кто пользуется канализацией, тот, естественно, каждый месяц приходит, у него платежка. И он платит же, само собой, деньги. Деньги поступают и туда, и туда. То есть все эти деньги идут этим экспериментаторам? Да, они на эту часть денег встраивают эксперименты. И там, и над людьми, наверное, тоже. Сколько, кто там, что там выдержит. Всем известный нам глава Денцовского округа, господин Иванов, который вчера сюда приезжал, он сказал о том, что 90% износа. 90%! А они говорят, что у них там все нормально. Ну, как бы в фото, видеоматериалах вы все можете посмотреть, увидеть, как там все нормально. Я в шоке, честно, вот вообще. Люди стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Это астматики, аллергики, у детей возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ну, вот если вы здесь сейчас побывали, у вас, возможно, тоже будут потом неприятности. Потому что запах этот ядовитый и очень вредный для здоровья. Я являюсь членом общественного совета федерального агентства Росводресурсов. Я буду докладывать на ближайшем заседании, что именно наше агентство должно создать какую-то межведомственную комиссию, потому что если такой сильный запах находится в воздухе, то можно только гадать о том, какие сбросы происходят в Москварику. А Москварика потом впадает в Волгу, и все водозаборы происходят именно отсюда. И если здесь можно объявить локальное чрезвычайное положение в связи с тем, что очистные сооружения вообще не работают. Мы сейчас были на территории, а я бывал не на одних очистных сооружениях, и могу с уверенностью заявить, что это бедственное положение. Река Купеленка в Ленинском городском округе, ну вообще такая многострадальная река, скажем. В реку Купеленку осуществляется сброс ливневой канализации из двух коллекторов. Один обслуживает южную промзону, другой северную промзону. В апреле 2022 года жители обнаружили в реке Купеленку ярко-красную воду. И выяснили, что это ярко-красное некое вещество вытекает из коллектора южной промзоны. В конце июня 2022 года произошел, был с жителями зафиксирован новый сброс какого-то неизвестного вещества в реку, который окрасил воду в какой-то такой серо-сизоватый цвет мутный. По горячим следам найти нарушитель не удалось. Но тем не менее, все равно ведется, насколько я понимаю, Министерством экологии расследование, чтобы установить виновника этого происшествия. Идти в ногу со временем – единственный шанс спасти природу и сохранить здоровье людей, ставших заложниками халатности и бездействия. Здесь применена были переливные очистные системы очистки. Сейчас внедрена одна из передовых систем очистки бытового стока – это ультрафильтрация. Здесь применены мембраны, которые позволяют увеличить производительность самих очистных сооружений и повысить качество очистки бытового стока. На данный момент строительно-монтажные работы произведены, сейчас идут пусконаладочные работы. И хотя в Ленинском округе прошла модернизация, остается открытым вопрос – что делать с накопленным экологическим ущербом, который необходимо ликвидировать, иначе он будет и дальше отравлять людей, живущих по соседству с неисправными очистными сооружениями. Да или нет? Должен быть запах, который ощущают… Запаха, который ощущают жители, быть не должно. Людей не обманешь. Они больше не верят пустым обещаниям. Только реальные дела и конкретные результаты способны вернуть доверие жителей и спасти от гибели нашу природу.